Здравствуйте всем, меня зовут Дили, мне 38 лет и я фриланс-консультант. Собственно, до того, как я пришла в школу кочинга, я уже знала про этот метод от Павла Кулисова самого, по вебинарам, по семинарам, по другим тренингам и мне этот метод очень понравился, я решила вписаться в эту школу, я хотела узнать об этом методе все. Собственно говоря, вот поэтому и вписалась, да и еще, конечно, в первую очередь я хотела разобраться со своими тараканами и уже дальше смотреть, что делаю с этой программой. По тарифу Платинум, потому что меня зацепило именно то, что по тарифу Платинум давался пожизненный доступ всем материалам и так как у Кулисова достаточно богатый контент и много материала и все это очень интересно и, конечно, за один раз все не прихватишь. И поэтому я вот сочла нужным и правильным иметь пожизненный доступ, чтобы в любое время можно было вернуться и пересмотреть материал снова. Ну, о результатах можно, конечно, говорить очень долго, на самом деле их действительно много, но я поделюсь с самыми крутыми, колоссальными, ну, крутые для меня, по крайней мере. У меня улучшился иммунитет, у меня улучшился качество сна, качество отдыха. Спросите, как в школе с момента оплаты вам откроет доступ в технику самих гипноза 1. Эта техника еще и называется антистресс. Там очень много трансов, которые позволяют вам буквально за 15-20 минут подзарядиться, набраться сил и очень быстро отдохнуть, быстро восстановить силы. Вот. Я действительно замечаю такой хороший эффект от некоторых из этих трансов. Например, если раньше я очень страдала, когда я ездила куда-нибудь у нас, где я живу, дороги в основном очень плохие, дороги с серпантином, и я вот не выживала даже 10 минут. Сейчас я как бы спокойно могу часами не находиться за рулем, а вот как пассажир. Я достаточно нормально себя чувствую, нормально себя веду. У меня улучшилось отношение к себе. Я стала относиться к себе более щадяще, что ли, с заботой, с нежностью, с пониманием, с любовью. И с принятием. Это, конечно, благодаря таким трансам, как работа с внутренним ребенком. Кстати, этот транс вообще заслуживает отдельного видеоотчета, видеорепортажа. А так, конечно, там очень много классных фишек. Вот. Еще один из результатов, чем я могу похвастаться, это принятие своей индивидуальности. Я работала вот над своей индивидуальностью и через другие методы, через другие техники. Но именно сейчас я вот по своим ощущениям, по своему поведению могу сказать, что я наконец-таки приняла свою индивидуальность, свое отражение на зеркале. Я легко ухожу на людей. Я легко записываю, например, видео. Я, там, не боюсь где-то, там, светить в ютюбе или, там, в интернете. Раньше я, конечно, этого жутко боялась. У меня иногда бывало так, что ко мне могли прийти гости, и я могла просто не выходить. Даже такое у меня бывало. И меня сильно, конечно, не радовало это очень мягко. Можно сказать, даже было чувство отвращения, когда я смотрела на себя в зеркало. Вот. А сейчас я не только нормально смотрю, я принимаю себя. Я иногда кажусь себе очень, конечно, такой симпатичной. И, да-да, так это и есть. Я стала четко понимать и отстаивать свои границы. Если я раньше не могла людям отказывать, мне очень сложно было говорить «нет». Сейчас я, если что-нибудь не в моих интересах, или если дело не представляет какой-либо ценности, и я очень легко отказываюсь от этого дела. Я очень легко говорю людям «нет», если это не в мою пользу. Кстати, без чувства вины и без чувства угрызения совести. Это, мне кажется, заслуживает уважения. В коучинговой системе понравилось буквально все, начиная от того, как все это систематизировано, как это все так грамотно и синтегрировано. Там идет работа не просто в одну сторону, не просто там теории, да, ты послушал, посмотрел какой-нибудь материал, нет. Тут еще есть и практика, что позволяет колоссальный обмен информацией, обмен опытом. Тут еще и поддержка от капитана, поддержка от группы. И вообще я очень довольна участниками школы коучинга. Коучи, конечно, это отдельная тема, это отдельный мир, отдельная вселенная. Но и отношения между студентами, отношения друг с другом, это чуткость, это понимание. У меня не всегда был такой коллектив, и я очень-очень рада. Во-первых, это осознание того, что ты являешься творцом своей жизни. Конечно, мы все это слышали, нам всегда об этом говорили. Да, любой человек, который как бы занимается немножко с тобой, который занимается немножко под сознанием, все говорят, что ты как бы создатель творит своей жизни. Но на самом деле это было где-то страшновато. Программа действительно помогла мне понять, что это безопасно, и это на самом деле круто. Потому что, ну как, если ты творит свою жизнь, ты же себе ничего плохого не желаешь. Ну разве не круто? Если ты творит свою жизнь, то ты будешь творить свою жизнь не так. Какая она тебе нравится, какой она тебе удовлетворяет. Вот это один из мощнейших фишек. И еще что. Ну, я стала различать, отличать свои желания, свои истинные желания от навязанных. Это два. Мне, кстати, стало легче желать и не бояться своих желаний, не бояться вообще желать и позволять себе желать. Я вот поняла, что на самом деле очень важно даже позволять себе желать. И как мы иногда так мало себе позволяем. Вот. И, наверное, третья самая крутая фишка – это отстаивание своих границ. Как я говорила, я четко знаю, где мое, где не мое. И вот мое мне ближе, мое мне дороже. И я вот выбираю мое, свое. Вот так. Ну, изменения на самом деле классные, изменения много. Как я говорила, самое простое, что, ну, казалось бы, самое простое, да, то, что я очень тихо, спокойно ездию на дорогах. Вот. И отношение к себе более понятное. Я, например, сейчас без угрызения могу достать из холодильников все самое лучшее для себя. Если раньше я думала, ну, знаете, ну как это, ну вот. Например, йогурт у меня завтра там заканчивается, да, срок, йогурта мне надо это покушать. А сейчас я абсолютно спокойно на это смотрю. И я научилась позволять себе самое лучшее. Не всегда, но да, позволяю себе самое лучшее. Ну, коучи у Колесова это вообще отдельная, отдельная вселенная. Это, это профессионалы своего дела. Это настолько чуткие, это настолько тонкие люди. Это люди, которые понимают вас лучше, чем вы сами. Да, как бы парадоксально это ни звучало, но на самом деле это так. Иногда бывает, что они находят в клиенте такие вещи, о которых клиент даже не подозревал. Вот. И что лично у меня произошло? У меня произошло очень интересное. Я через пару коупсессий с коучами, как вам сказать, пришло такое озарение, у меня отпали все претензии. Все претензии, которые у меня были. Претензии к родителям в первую очередь, претензии к себе, претензии к своему окружению, претензии к родственникам. Они вот просто отпали и все. И я поймала себя на мысли, что мне вот реально нечего прорабатывать. Потому что вот все стало понятно, все стало гармоничным. И самый чудный эффект от работы с другими участниками школы, когда вы выступаете в роли коуча или в роли клиента, это, конечно, очень ценный опыт. Это помогает вам расширить ваши горизонты, это помогает вам понять то, что люди разные, и проблемы у людей разные, и подход у людей разный. И когда вы работаете не только там, допустим, с коучами, а с участниками, их же много, у вас вот, как вам сказать, diversity, вот это вот разнообразие. И это, конечно, не имеет никакой цены. Точно не могу сказать, сколько внутренних конфликтов я у себя убрала. Как я говорила, у меня вот через пару курс сессий все мои претензии отпали, вообще исчезли, испарились. Хотя я сегодня подвожу итоги первой модели, я смело могу сказать, что я вообще получила ответ, зачем пришла в школу. Ну, конечно, я в предвкушении, у меня три модуля впереди, я уверена, что там много интересного, много завораживающего, и такая большая тема, как сепарация от родителей, вот жду не дождусь. А так, вот это вот внутреннее спокойствие, внутренний, внутренний стержень, которого я не ощущала раньше, и оно у меня сейчас есть, и это здорово. Я на самом деле не выбирала никакого тренера, я вообще в школе коучинга ничего не выбирала, все пришло естественно, само собой, и я просто довольна. Я довольна, я не хочу ничего менять, я не думаю, о, мне надо было, наверное, выбрать этого, того, нет. Вообще в школе коучинга у Павла Кольца все умнички, все классные, все крутые, все мега супер. Любой человек, который хоть капельку добр по отношению к себе, он сделает себе этот подарок, помочь себе освободиться от всех тех ограничений, которые человек носит годами, десятилетиями, мне кажется, ну, это того стоит. Хороший вопрос. Я, во-первых, не знаю цену на свободу, я думаю, что свобода это вообще бесценная, но если этого недостаточно, давайте сделаем так. Я вообще плохо разбираюсь в математике, я просто неудачник в математике, но я не поленилась и посчитала. Смотрите, в одном модуле, по платиному я считаю, другие модули я не знаю, то есть другие тарифы я не знаю. По платиному, допустим, за один модуль у вас 5 коуч-сессий с коучами и 8 практических заданий, то есть 8 коуч-сессий, где вы коуч, и 8 коуч-сессий, где вы клиент, то есть 16, да, но их на самом деле неограниченное количество. Давайте будем считать, что у вас будет 25 коуч-сессий в месяц или там за один модуль, не знаю, сколько будете проходить модуль. Вот. И 25 коуч-сессий за один модуль, 20 коуч-сессий в школе коучинга стоит 4 тысячи рублей. И умножайте 4 тысячи на 25 коуч-сессий, у вас выходит 100 тысяч. Так что, вот, вот, простая арифметика, мне кажется. Это очень просто. И поэтому вы, как бы, вписываясь в школу коучинга, за то время, за время прохождения всех модулей, я думаю, вы станете совершенно другим человеком. Ну, это я могу сказать точно. От себя. Ну, не могу сказать, во сколько раз это окупилось, как я говорила, у меня пока что только первый модуль, но я уже получила, в принципе, все, за чем я вообще пришла в школу. Я очень благодарна школе, я благодарна Павлу Колесову и за вот это вот свое состояние, и, конечно, за возможность вообще обширить свой кругозор. расширить круг своих знакомых. Я очень-очень рада. Я благодарна своему бессознательному и школе коучинга, и коучам, и участникам, и всем. Всех люблю. Идем дальше.